Мы никогда не сможем повторить подвиг Ивана Степановича Проханова, основателя русской и евангельской музыки и его музыкального отдела, который создали десятисборник, содержащий около 1300 гимнов. Никто не сможет побить этот рекорд. Нужно отметить хор Альберта Ивановича Кише и Николая Александровича Казакова, которые в те времена выступали с филармоническим оркестром, исполняя известные кантаты и оратории, а также регенские курсы, на которых преподавал еще один выпускник дирижерского факультета Петербургской консерватории Каролин Инкес и его знаменитый хор. Особенно хочется вспомнить хор Дома Евангелия с 24-й линии Васильевского острова, знаменитый коллектив под руководством известного латышского дирижера Германа Ивановича Адама. А какие хоровые праздники проводились? Какие торжественные выступления? На них собирались большие сводные хоры. В хоре пели такие солистки Императорского театра, как Александра Ивановна Пекер, оперные певицы Соколова, Смирнова, о которых у нас осталось очень мало сведений, даже инициалов не знаем, но чьи имена записаны в памятную книгу у Господа, в книгу жизни. Нам, к сожалению, очень мало известно о коллективах, композиторах, дирижерах, солистах, о целом поколении тех высокообразованных музыкантов не только из Петербурга и Москвы, но и со всей Российской империи. Атеистический режим борцы с религией сумели окончательно конфисковать и яростно уничтожить почти все предметы, книги, журналы, фотографии, аудиозаписи, чтобы стереть с лица земли всякую память о той Великой Эпохе. Но спустя много лет христиане вновь проводят большие музыкальные праздники. Крещенские вечера – это плод Великой Эпохи, евангельского пробуждения в Петербурге и продолжения лучших хоровых традиций, оставленных нам наставниками нашими. Особенным событием фестиваля было его открытие – Вечер хоровой музыки, на котором единым большим сводным хором выступали до трехсот певцов. На вечер приезжали хористы и дирижеры из разных общин, мест, городов. Это был настоящий праздник хоровых коллективов, когда мы все вместе репетировали, общались, делились мыслями, мечтали, строили планы. Велик Господь воистину жив!